мы в эфире что ягод все жду подсознательно вот этого мы в эфире так у нас небольшой пришел мы ждем когда мы раскачегаримся когда придут зрители счет что-то нету вообще страницу life ну так и не должно быть она на максимка не сразу появляется но если ты нажмешь f5 так я же все сейчас я ее открою в инкогнито и посмотрю кнопочка есть вот если я вроде завелось вроде завелось ну ладно что-то youtube как всегда хуёвничает youtube любит хуёвничать ничего не поделать сообщили от youtube и нет связи с сервером классика обожаю обожаю не идем в эфир а бар нет мы в эфире просто youtube мне пишут что нет связи с сервером ну и нету и нет зато мы показываем все я вижу что мы показываем класс спасибо большое смотри 121 человек на себя смотрите нас да фил спенсер перемирался в фил спенсер ебет вашей playstation роскошно класс фил спенсер ебет ваш софт ракас да или так то есть фил спенсер молодец не видно не видно не видно не видно не видно не видно не слушайте я вот там я в этом плане с этим мечтаю поиграть в эмонгас и назвать себя короче твой папа типа типа твой папа вознант импостер или твой папа вознант импостер но назови себя убийцы кеннеди тогда тебя точно никто не найдет убийцы кеннеди вознант импостер микрософт вывожу нас готовы ну давай такой пришел сейчас посиделась с райтинга так немножко водички попьем попереживаем что вот дюну перенесли блин я так расстроился к 1 перенесли ну то есть я конечно прикинь как я расстроился ой до тебя-то господи кого-то волнует твои проблемы легко можно настроить расстроить да нас всех ты человек который расстраивается очень просто фасах взвесно 5 евро с 200 выпуском сучички просто дюна это был тот фильм который я хотел бы посмотреть у меня не было никакого хайпа по поводу нолана но луна до довода я с удовольствием дождусь довода в домашнем прокате да а по поводу дюна я даже думал сходить в кино несмотря на коронавирус и опасность хождения по кинотеатрам я подумал что до дюна это клево ну теперь схожу в 2021 году класс то есть как бы одни сплошные плюсы то есть кинотеатры еще останутся знаешь да в смысле дюну перенесли прикинь братан на год в на октябрь на следующий год я предлагаю чтобы мы с ген тоже перенесли знаешь вот уже подходит 19 какой там 12 ноября вот прямо вот подходит 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 и 11 ноября мы кроссов такая переносим xbox на 2021 год а 19 а sony молчи хранит молчание все короче радуются в твиттере да там типа говорят что а блять там тип microsoft обосралась кока-ка а 19 ноября sony делает то же самое и переносит playstation 5 на 2021 год вот и все таки из нинтендо директ и там запускают нинтендо свитч и говорят а в лейбл нау да 100 миллионов консолей уже у вас лежат в ваших магазинах проверьте в кармане да 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 загляните под стул итак ты включаешь свитч и на нем написано ты подчиняешься приказом какой-то приставки что о чем с тобой вообще можно разговаривать да тебе больше прикол в другом что знаете представьте себе нинтендо как говорит свитч про а в лобл нау прикос свитч про из your ordinary свитч вы часто апдейт этой то про вершин и там реально прилетает апдейт короче и nvidia вски и dls с начинаете апдейт и все в 4 на старом железе работы скачиваешь гигабайты да мне кажется классно вот это это было бы такой типа достойное завершение этого года вот вместо этого вместо этого ты читаешь новости ага коронавирус ебез все что шевелится все очень плохо опять очередной локдаун все скорее всего будет не очень хорошо вот к концу года ты читаешь всю эту историю и открываешь утренние новости такой думаешь что хоть какую-нибудь позитивную новость а там в египте открыли мумию 2500 лет недавно сидать должно было произойти что за бред блин куча новостей последнее время какие-то совершенно одовишь вон там например в телеграм-канал есть известный такой типа который лико старт называется чувак там вел про ну такую про про тусовку про музыку там про клубы брата прошел короче взял умер от от пневмонии ну хоть не от коронавируса да это хорошо 27 лет чуваку представляешь умер от него а пневмонии умер от воспринимали и вот и короче и вот сегодня сказали что помнишь была такая песня типа я каждый день бухаю ту туру 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 короче девочка которая пела тоже умерла 31 год серьезно не но с другой стороны она каждый день бухала то в принципе странно что это не произошло раньше нам во первых кирилл за 100 рублей переносит все говорит дима и отключает такой подкаст да мы кстати мы еще об этом поговорим но мы мы скажем что конкретно в этом подкасте мы перенесли вам мы тоже вас немножко расстроим мы такие все много мы много перенесли дима виталий федюня занялся в 20 долларов верните тимура в центр 200 выпусков это не причина ломать шаблоны максимка ты знаешь что делать спасибо тебе максим на разный калопластику куклы с на 100 рублей пацаны смотрю вас уже года три давайте никак а руки худзуме вы не заканчивайте снезапно давайте как one piece но только чтоб лучше и лучше блин one piece до сих пор идет поможет завтра каст будет работать как берзир нормально выйдем короче в апреле как бы нормально важно максим зачем ну тоже сам сказал что это на это нерв господи чем он макс очень любит арбач по нему не видно что ты смотри я моря бой 500 рублей сибири им цены очень рад что вы выдержали все эти недели макс в суки уже кушал с праздником сука сука это шалаш потому что сукот недавно был джиж за 100 рублей мужики за эту сумму домашнего офиса они съемок геймерской эстетикой стул для домашнего офиса стул но есть не кресло стульев много есть классных на самом деле но тут надо прям сидеть даже у кей кстати причем у них новые модели офисных стульев выглядят очень круто они вышли буквально пару-тройку месяцев назад ну некоторые из них там полгода за ну короче это вот модели 2020 года посмотрите у икеи вышли прям очень достойные штуки просто хотя бы внешне но я могу сказать что сейчас я попробую найти себе да короче я тут нашел в интернете очень советует новое тоже кресло дайте вот есть этот как вот там харман миллер или как его там зовут этот который супер крутые кресла герман миллер за очень много денег у него есть альтернатива есть тоже типа очень дорогие клёвые крутые кресла которые все говорят что это просто пиздец еба полная короче они называются xx-tr и не геймерское кресло да просто по названию не геймерская но не геймерская называется xx-tr.com вот и вы можете посмотреть там красивое такое футуристичное кресло как бы все говорят что не очень качественно они очень круто работают вот это все но чтобы понимали соответственно у него тоже стоимость там 700 800 900 долларов тысячи тысячи сто там типичное геймерское кресло вот серьезно говоря то в курсе что это кресло есть под угеток покрашены ну да посмотрите как у них на кресло у них есть много разных вариантов там типа xx1 x2 x3 x4 xj wing xs vision x project x basic а это точно не называли те же люди что новые xbox и вот я могу сказать что как бы на самом деле у них там довольно классные кресла я думаю что если я буду покупать себе следующее кресло то что пока в целом от меня более-менее устраивает я наверное попробую вот этот самый xx-tr как раз таки лучше он выглядит клёво как бы но они не слишком вот типа футуристично не слишком геймерский дам человек просил стул а не кресло со стульями кому я могу сказать что крутые есть да пашь любой слушайте я могу сказать что я на кухне еще купил два стула причем таких типа ну нын китайский не шутить пропасывала я просто вот себя сейчас очень заметили что этот мем он прям вот но пока не это вшит да давай давай две три стула купил три стула но я девочка нет вот ты такой типа шучий мне бы нереально пришлось запроцессить секунд 30 ну есть два стула же ты помнишь вот я игру мне бы 30 секунд понадобится то чтобы подумать что ты реально подумал об этой древней шутке которую уже все забыли у меня помимо как бы тройка была всю жизнь школе так что короче прикол просто том что блин я зачем хотел сказать ты меня перебил а два стула короче вот они кстати довольно простые это китайские реплики довольно известных дизайнов и купил я их на дизайн складе вот они стоили вообще копеечные копейки что-то типа по три с половиной четыре тысячи рублей где-то и при этом у меня до этого купил себе знаете как сейчас многие себе покупают стулья вот эти которые эймс называются пишется как и и а мес вот вот эти стулья эймс которые типа с деревянными ножками из прутика между между железными между ними и типа пластиковая такая полукруглая штука я сначала себе купил и они они развалились очень быстро короче я прям очень распереживался и пошел купил на дизайн складе такие более инженерно лучше сделанные стулья как бы блин они уже там год стоят вообще на них там прыгали бегали вставали там диски дались этими стульями ничего вообще отлично себя поживают очень чистые вытираются идеально как бы я промоще восторге есть хотите потом могу поделиться что за конкретной модели но могу скажешь пишется еще раз дисклад не именно что это вот то что как раз не надо покупать что они им за довольно часто раздалбываются очень быстро потому что них инженерная конструкция такая эти которые как ты сказал бля будь сложно вспомнить как они сейчас называются он не помнишь не помнишь и я могу сказать что я покупал их на дизайн складе как бы они в целом прикольный понимаешь было скоро за 400 рублей наконец-то подказа злобала уже не донатить спасибо тебе братан невероятно широкий фил спенс разным 100 рублей привет тимур ты классный дима и максим люблю вас спасибо но смотрите короче раз у нас народ давайте в общем то начинаем напоминаем вас пацаны что у нас в общем то как бы сейчас будет знаковый короче добрый вечер дамы и господа мы начинаем завтра каст номер двести двухсотый выпуск для нас это как бы знаковое событие поэтому в этом завтра касте мы позвали в гости кучу гостей но для тех кто смотрит нашу видео версию для вас приготовлен сюрприз в духе 2020 года всех гостей в сегодняшней видео версии не будет потому что мы их записываем оффлайне поэтому смотрите если вы нас смотрите в онлайне то ну соответственно видео версию то мы вам советуем вспомнить про то что мы выходим в виде аудио и соответственно послушать нас в итюнсе в apple подкаст или где где вам удобнее там яндекс музыка спотифай там и так далее соответственно всех г ну как бы мы оставляем видео версии это были как элемент сюрприза но вы можете соответственно нас послушать полную версию которая у нас по скромным прикидкам она будет идти четыре часа по нескромным как мы смонтируем и какое количество гостей оставила то может выкинем кого-то кто нам не понравился тогда нет зачем там просто там еще при некоторые люди знаешь топили там за иксбокс почти полтора часа я понял что их надо выкинуть просто все это другие или что ли топили за playstation полтора часа он говорил что тебя я я пришел к вам рубиться рубиться какая-то питерская шутку ладно короче пацаны дело в том что мы все-таки проведем оставшуюся часть подкаста кабы где знаете как говорится мы такие типа поговорили про кучу кучу всего про очень много чего интересного с нашими гостями про консоли поколения нового про там всякие классные штуки как кого там типа жизнь сложилась чё у кого как там происходит вообще какие ожидания там от будущего от прошлого от среднего чего вообще сейчас вот прямо сейчас происходит ну а сейчас мы как бы в общем то поговорим о насущном так как все-таки это завтра каст номер 200 не знаете какой-то спешил типа день рождения спешил потому что в общем то подводить итоги года мы все-таки будем наверное в декабре когда у нас будет как раз таки пять лет завтра касту это будет в районе середины декабря а сейчас пока что мы вот так вот спокойненько проведем наш юбилейный двухсотый прекрасный классный вы очень ли мы поговорим да очень длинный невероятно широкий просто большой длинный не обрезанный да именно так вот короче пацаны юбилейный двухсотый выпуск завтра каста мы продолжаем после всех гостей тем что в общем то мы в первую очередь хотели с вами поделиться всякими интересными впечатлениями но так как вы смотрите видео версию то в общем то мы хотели вам напомнить что во первых у нас вообще-то ну замечательно наш завтра каст выходит при помощи и при посильном спонсорстве компании гигбрейнс и напоминаю вам что в общем-то гигбрейнс это замечательный сервис так скажем онлайн академии онлайн университет который вас научит профессиям будущего причем напоминаем вам прекрасно что вы можете туда пойти если у вас уже есть какие-то знания войти и вы хотите там допустим поднять свою квалификацию если вы вообще типа как бы только вообще хотите куда-то пойти работать его там только в институте например и вы думаете о том что вот вам надо бы пойти на каком-то там фронтендер или дата сайентиста или вообще там разработчика игры вот вы мечтали об этом то да вы можете пойти как раз тоже гигбрейнс или если вы там уже типа давно где-то работаете хотели сменить свою сферу деятельности у нас с этим много слушателей нам пишет пишет постоянно о том что типа вот я вас наслушался и что-то вот я решил что не хочу быть там адвокатом короче мы такие блин братан ну типа окей короче такую хочу быть фронтендером или у нас там чувак на прописал который работал долгое время трейд-маркетингом там типа занимался каким-то короче печатал рекламки для банка брошюрки и говорит я задолбался ну вот я вот все я не не хочу печатать и в сад и брошюрки короче вот я решил типа что вот пойду короче буду вот этим вот под этим айтишной всей истории заниматься у меня наши пожаре программировать он не сказал куда он именно захотел пойти короче но смысл в том что да вот запрос есть реально сидишь себе брошюрки фигачишь там 10 лет а потом ну просто уже задолбался короче вот ты не хочешь этим заниматься и вот до уходишь войти да как бы есть такой вариант как бы в гибринсе вас научат но напоминаем вам что там самые крутые курсы они все довольно долгосрочные то есть они могут идти спокойно в год например но это реально настоящее обучение это не то что эти типа три урока и ты сделаешь свою программу короче нет это реально настоящее обучение где вы будете заниматься в группе со всякими чуваками делать групповый проект у вас будут крутые преподы которые будут вас там натаскивать вы будете слушать лекции идет семинар идет домашки вы выйдете из этого курса уже с кучей кучи сделанных проектов у вас уже будет портфолио маленький тестовый бета всякие проекты как бы такие полу рабочие или вообще настоящие рабочие уже вещи которые вы сделаете в команде как бы его там научитесь вообще и кодить научитесь работать с командой научитесь типа проекты знаете там из тз превращать во что-то нормальное или как раз эти тз правильно писать и там рассказывать короче это крутая штука в общем мы гигбрейн с вами советуем подумайте может быть это действительно ваше да вы хотите по ссылке в описании да мы в общем давайте компания да да слышите я хотел бы я правда эти топил за эту историю я совершенно случайно можно можно я начну издалека просто я хотел заход тебе хороший дать на вот эту смотри мы как-то играли с нашим общим другом фишом в разные видеоигры на стримах на наших то в омонгаз то в радугу то еще во что-нибудь и он мне как-то сказал что говорит я горит давно не видел в сериалах вообще в принципе сейчас такой тренд что вот например смотришь ты пацанов каких-нибудь да и там ну практически все даже главные герои это те еще мрази ну то есть прям знаешь такие прям вот в трендер то есть да ты ты должен быть такой типа вот жестким до человеком чтобы таким потом ты смотришь какой-нибудь там не знаю академия умбрелла там тоже люди там с проблемами в башке да то есть они какие-то тоже такие не совсем добрые не совсем плохие врач и это очень хочется посмотреть какой-нибудь добрый сериал знаешь вот такой что вот прям вот на душе как-то ну вот легче что ли становилось не за кому-то спайринг энд облифте варианта да да вот именно это вот и вот именно этот сериал про который мы сейчас расскажем он именно такой он очень теплый добрый уютный и целом названием я не обиделась я просто мир если такой типа и я вроде бы типа дима такой стопа 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 окей хорошо пукс ринг ладно рассказывай давай чё короче сериал тэд ласса он про спорт и те люди которые не любят сериалы про спорт они такие у все я пойду короче отсюда я не люблю сериал про спорт нахер им нужны подождите обычно во всех ревью про тэд ласса пишут что несмотря ни на что кто бы вам что ни говорил это сериал не про спорт не он на самом деле при всем при этом пока вы не начали про его достоинства он очень про спорт вплоть до того что там есть пасхалки для фанатов футбола и того футбола и другого футбола некоторые некоторые пасхалки там на уровне ну знаете это все равно что я не знаю в сериал про космос позвать чувака масштаба королёва вот серьезно в камео играть да это то же самое как обсуждать что например вот клиника это сериал про медицину нет не мышnis не этапа российская или деньги как этот сериал назывался про космические космические войска это сериал про космос тоже нет ну кайф кам мотaren воинско да это глаз и этой лассэ это тоже в таком же смысле сериал про спорт как вот прям клиника это сериал про медицины. Кстати, между прочим, я клинику просто такому не поменял, потому что она как раз от создателей клиники, если что. И Тед Ласса рассказывает историю того, как есть один в Англии футбольный клуб, в котором по разным, неважно каким причинам, увольняют главного тренера. И нанимают тренера-американца, который, естественно, в футболе не очень разбирается. Ну, потому что он американец. У них другие спортивные, скажем так, идеи. И просто тренера-американца. А тренера американского колледжного футбола. Вот это важное различие. И этот человек, которого как раз зовут Тед Ласса, этот настолько добрый, позитивный и такой, вот знаете, как сказать, человек, который вдохновляет собой всех остальных, что в какой-то момент ты просто смотришь, просто из-за того, как вот, что будет делать Тед в этот раз. То есть, какие там, какие возникают проблемы, что, ну, как он будет эту проблему решать. Я посмотрел первый сезон целиком. И я могу сказать, что я вот прям залип. Вот серьезно. Мне прям было очень приятно этот сериал смотреть. И я удивлен, что про этот сериал довольно мало народу знает, несмотря на то, что этот сериал, который на Apple TV. Apple TV Plus, точнее. Ну, то есть, я не видел его там в подборках сериалов. Ты знаешь, там, условно, какие-нибудь пацаны, они всегда в каких-то подборках, да, там, то есть, типа, лучшие 10 сериалов, которые стоит посмотреть прямо сейчас. А про Тед Ласса не так много пишут. И не так много рассказывают. Вот это меня удивило. Все очень просто. Дело в том, что, во-первых, у Теда Ласса нету официальной озвучки на русском языке. Так. Ну, вот. И, соответственно, для людей, для многих это такое, типа, ну, как бы, сложно. Вот. А во-вторых, он же не такой не еба сериал, понимаешь? Не от суперменитых, там, типа, режиссеров, не с суперменитыми актерами. У него нет супер безумные драмы, да. И, соответственно, нету такого момента, чтобы, типа, люди, так, 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 сериал от Ридли Скотта, там, ух, андроиды, там, типа. Или, так, типа, так, 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 так. Сериал, там, типа, по комиксу Watchmen, ух, блядь, там, типа, да. Или, там, сериал Джиллен Андерсон про секс, там, и вот про подростков, вот это все. Ух, сейчас заебись будет. Как бы. А вот просто, типа, прикольный, классный сериал, как бы. И в нем нету такого момента, знаешь, который, вот, люди понимали бы, что, типа, так, окей, пойду обязательно смотреть. Я могу сказать, что я его, он, знаешь, вот он мне маячил в Apple TV постоянно, я включаю Apple TV, и он прям мне такой, in your face, короче. Я такой думаю, блин, обложка прикольная вроде. И как бы его все время пихают. И вдруг я увидел пару гифок в Твиттере, и там люди писали, типа, из англоязычного интернета, что, типа, блин, вот там, Тед Лассо, такой классный сериал, который как раз, знаешь, есть такое выражение soothing, короче, на английском языке. Успокаивающее, типа. Что-то, типа, успокаивающее. Это то, что, типа, очень нужно вот в этот ковид, когда все плохо, вот эти выборы, там, типа, полный пиздец, rights, там, и так далее. И я такой думаю, блин, прикольно, да, может быть, надо попробовать. Что это такое за сериал? И вот я его включаю, как бы, и он меня с первых же секунд прям покорил тем, тем, что в нем, знаешь, вот прям, как играют актеры, вот этот вот прям британский вот этот акцент прикольный, смешанный одновременно с американским акцентом, такой, типа, типа, Теннесси, Оклахома, понимаешь, как бы, и ты такой, блин, прикольно. Вот. И актерский состав прям, вот как они играют, мне тоже очень понравилось. И я... При этом... Я подумал, блин, прикольно, короче. Я, ты знаешь, я тоже залпом посмотрел прям сразу же практически весь сезон. Я посмотрел только в том момент, когда должен был выйти уже, соответственно, новый финал, новый последний финал, да, короче. И вот я ждал финала почти неделю. Вот. И вот сейчас как раз посмотрел и был очень рад. Я посмотрел за одну ночь, буквально у меня была очень такая беспокойная, бессонная ночь. У ребенка сейчас режутся клыки, это самые такие болезненные зубы. Поэтому, знаешь, иногда спишь, иногда не спишь, надо же себя чем-то занять. И мне его посоветовал Фиш, такой, типа, смотри, Тед Лассо, он такой классный, он такой классный. И потом я на Ютубе нарвался на, оказывается, еще летом у них вышел рекламный ролик, ну, типа, промо сериала, где этот Тед Лассо выясняет, как играть в ебаный футбол европейский у Жозе Мауринья по телефону. Причем там настоящий Жозе Мауринья, а это прям, ну, суперлегендарный тренер. Я такой, что, ни хера себе тут камео? Дайте-ка я посмотрю, что там в сериале творится. А в сериале творится, помимо того, что он безумно добрый, помимо того, что он безумно позитивный, помимо того, что он очень грамотно балансирует, знаете, между трагикомедией, но при этом он выруливает на позитив в любом случае, там есть вот такой юмор для своих. Шутки, которые поймут не все, но все, что касается шуток про футбол, как работают топ-менеджеры, как работают тренеры, как работают игроки, да, и как игроки там себя ведут и как себя ведет тренерский состав, если вы увлекаетесь футболом, это все равно, что посмотреть фанату Формулы-1 в фильме «Гонка». Вот примерно такие же ощущения. Потому что таких шоу очень мало. Я не увлекаюсь футболом, мне, в принципе, насрать на футбол, но я могу сказать, что я посмотрел с большим удовольствием сериал. Да, отлично. Для меня это ближайшее сравнение, ближайшее сравнение, которое я могу привести в пример, это вот помнишь, был японский этот учитель, а не звук, или как его звали. Да, да, да. Вот очень похоже на это. Тоже, в принципе, такой тип, как ты сказал, инспарринг и наплифтинг. Вот примерно то же самое. Ну вот, то есть, ты смотришь на этот сериал, просто понимаешь, что, наверное, проблемы, ну, разрешатся как-то, каким-то образом. Наверное, их можно решить. You got to believe! Ты сможешь это сделать, да, то есть, и в 2020 году это именно тот контент, который хочется смотреть, потому что не хочется смотреть черную чернуху. Да, иногда бывает настроение чернух посмотреть, но в целом, в целом, хочется смотреть вот такое, более спокойное что-то. Ну, чтобы там, значит, перезарядить батарейки, что называется, и убрать стресс. Мне кажется, что вот таких сериалов надо посмотреть больше. И я вот, прям... И делать больше, да. Да, я прям очень... Причем, все пишут, что это комедия, но на самом деле там не так уж и много комедийных элементов. Ну, то есть, там много комедийных элементов, на самом деле. Ну, они не прям такие, знаешь, гомерические, смешные, прям просто охуеть, там, типа, разрыв, не знаю, нахат-хатый голос. это не комедия на поржать, это комедия именно наулыбнуться и проникнуться. Типа того, Subtle юмор такой, очень нежный. Знаешь, просто момент, когда, например, ты понимаешь, что ситуация не клеится, кстати, очень советую вам смотреть по возможности в субтитрах. Не потому, что я сноб, я понимаю людей, которые смотрят сериал в озвучке, но просто очень многие ситуации основаны на том, что, например, метафоры в разном языке разные, потому, что американские метафоры не работают в Великобритании и до Теда Лассо очень многие британские жарганизмы тоже доходят не сразу. Ну, например, его прозвище его прозвали в самом начале сериала, его прозвали Уанкером, ну, типа, Драчилой. Просто, но он не знает такого термина, потому, что в английском языке Драчилой нет такого слова. В американском английском. А в британском, соответственно, есть, вот и все. Димка, я тебе бросил в телегу видос, когда-то мы говорим дальше про инспарринг на облифтинг. В прошлом году очень популярен вот этот чувак, которого зовут Донте Колли, короче, и его видосы просто все репостили, он стал настолько популярным, что у него там в инстаграме уже несколько миллионов фолловеров. А потому, что почему? А ты вот сейчас можешь включить, короче, видос на стриме. Без звука. Ну, да, 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 чувак, короче, танцует такой, супер-аплифтинг просто. Keep up going, you need to fly. И вот, он теперь такой, там танцует типа давай, давай, братан. Идеальный, идеальный, для тиктока чувак, вот серьезно. я не знаю, но я точно, что в инстаграме он очень популярен был, и он такой, что тебе эмоции такой типа давай, давай, ты сможешь, я в тебя верю, только ты, только ты, давай, короче, блин, он на самом деле в этом фоне очень классный. И вот, я могу сказать, что реально этот Тадласа, он вот точно такой же, он типа прям, знаешь, такой прям, такой парень с усами тебе такое говорит, типа мужик, ну ты должен верить, я в тебя верю, я в тебя верю, главное, что я в тебя верю, давай мужик, давай. Короче, если вам не хватает чего-то такого, знаете, классненького, тепленького, хорошего, когда вам просто реально тупо грустно, это вот, это вот оно, вот серьезно, идите, смотрите Тадласа. Я, кстати, понял по нашему с вами разговору, что нам всем троим грустно. Блин, чувак, сейчас всем грустно. Такой год, знаешь, блин, там такие замечательные стикеры, вы бы видели, ох, о боже, о боже, о май факин гад, нормально, 1451 рубль, коты, Тимур, погладь, тебе барин, где-то там, тебе барин, только что тут ходил, короче, я его гладил, гладил, и вот, наш четвертый, ведущий, нам там еще, да, никнок, 100 рублей, Питер здесь, слушаю ваш каждую неделю, 17 выпусков, нифига, подсадил коллег, жены, друзей, виделись на Довгаме, 2019, даже фотка с вами есть, 200, круто, спасибо тебе, братан, круто, нарутообразный, каталог пластиковых, кукол, 100 рублей, кстати, об аниме немного отвлекся, сегодня выпуск долгий будет, или не очень, что по аниме, еще раз с юбилейным выпуском, сегодня будет не очень долгий выпуск, поскольку основной контент у нас будет в записи, ну, то есть в смонтированной версии, которая выйдет в аудио, вот, поэтому мы сегодня в основном расскажем про наши впечатления, и, мне кажется, на этом и закончим, не главный, но еврей за 100 рублей, Димка, сериал Офис, что, не про офис? Ну, в общем-то, да, он больше про отношения людей там и так далее, Джанка за 200 рублей, да, Джанка за 200 рублей, с юбилеем, любимый подкаст, спасибо тебе, братан, Евгений за 200 рублей, отучился 3 года, пошел устраиваться на работу, отправили проходить медкомиссию, тут выяснилось, что не могу работать по своей специальности, блин, блин, вот это обидно, конечно, это очень, 4 за 100 рублей, 200 тысил, но шутки только с 300 начинаются, ну, у нас еще есть возможность до 300 выпуска давить, но я чувствую, на 300 выпуске мы будем просто сидеть, такие сидят, это как на той картинке с создателем, с чуярдов всех, на той картинке с создателем, с продюсером, начиная ведьмака, помнишь, типа, первая игра, вторая игра, третья игра, вот на трех всякие расстрепанные, небритые, посидевшие, куска, ну, мы уже небритые, да, так-то, слушайте, если посмотреть видео версии подкаста, в районе, которые были 80 выпуска, там 86, 87, 88, мы были намного свежее, понимаете, вот, а сейчас такой, типа, сидишь, такой, бля, я напоминал вам, что 100 выпусков мы отбарабаним где-то за два с половиной года, вот, так что, в принципе, через примерно два с половиной года будет трехсотый выпуск, вот, это будет у нас, соответственно, в 2020, ну, в начале 2023 года, где-то так будет, так что, в начале 2023, вот с третьим, нострадам узнается нам 681 рубль, не тяните с итогами года, а то чуть не дотянем, мы постараемся, братан, барсик за 100 рублей, с 200 парни, наконец-то, собрались, after all this years, братишка, мой тебе совет, не пиши с 200, я это воспринимаю абсолютно в другом контексте, уточняй, что с 200 выпуском, а то это звучит странно, но спасибо тебе большое, невероятно широкий Джим Райан, за 100 рублей, просто без комментариев, спасибо тебе, братан, в смысле, блять, гостей не будет, занес нам 183 рубля, мужики, любимые, дорогие, с юбилейный выпуск, в начале года, вас посоветовала лепота из кедра, с тех пор я его слушать перестал, а начал вас, ну, такое часто бывает, кстати, когда люди приходят, из других подкастов, очень смешно, когда нас советуют наши хейтеры, люди такие, блять, надо послушать, что это за говно, с чего человек так бомбит, знаешь, патронами становятся, да, Чабуанов Александр, за 100 рублей, с юбилейным выпуском товарища, спасибо тебе, братан, хайсиди, за 100 рублей, купил квартиру на космонавтов, делаю ремонт, лечу зубы, походу, скоро осталось без денег, но все так же буду вам заносить долларный патреон, спасибо тебе, братан, и я спасибо, чувак, и, наконец, Егор, 100 рублей, поздравляю, слушаю вас с 50-го выпуска, вы лучше верните старикаст, ну, со старикам, как бы еще подумали, сделаем мы его, только вопрос в том, что когда, когда будут силы, возможности, часто хорошо пишут в чате, что, ахаха, оптимисты, год еще не закончился, ладно, пацаны, короче, до Новые годы, хочу дожить до дни рождения Тимура, как минимум, а я лучше бы, конечно, до какого-нибудь сотого дня рождения Тимура, до 120-го, как вы, удаизм, союз, это было бы хорошо, конечно, типа, дожить до дня рождения, напоминаю вам, что он будет 2 января, вот, я очень надеюсь, что 2 января я буду не в Москве, но если я окажусь в Москве, то, а что делать, если из дома разрешат, если разрешат выйти из дома, как бы неплохо, знаете, где-нибудь что-нибудь организовать, или Димку буду под покровом ночи, делать пропуск ему какой-нибудь специальный, чтобы его привезти домой, типа, и вот накрою тут полянку, вот, и будем 2 января, короче, знаете, со столиком маленьким. Как бы Баряна не пришлось доедать, как Новый год. Баряна, тебя хотели съесть, а с другой стороны смотри, смотри позитивно на развитие человечества, и 38-тысячное день рождения завтра каста будут отмечать Тимур, прикованный к золотому трону, я в виде дреноута, и ты как механику с такой, знаешь, с этим, с воксом вместо рта, на котором блюетс написано, ни хуй я не понимаю о чем он, но ты достучался до моего сердечка, проклятый выход. Слушайте, у нас еще один рекламный блок, напоминаем вам от наших товарищей, из замечательного провайдера облачных решений Selectel. Да, причем в этот раз они рассказывают про свою облачную платформу. Дело в том, что мы рассказываем, да, но они попросили нас рассказать про свою облачную платформу. Что такое облачная платформа, и для кого она нужна? Во-первых, она нужна бизнесу, то есть, что это такое? Это целая IT-инфраструктура для бизнеса, на которой вы можете развернуть облачные серверы для обработки данных, облачное хранилище для хранения этих всех данных, всякие SQL-сервера и там, не знаю, и прочее управление сервисами и так далее, то есть огромный облачный интерфейс, и самое интересное, что не надо быть сисадмином для того, чтобы его разворачивать, там интуитивно понятный, очень простой интерфейс, управление, все в одном окне, есть всякие API, если у вас есть программисты, которые могут вам помочь с настройкой всего этого облака автоматически, то вы можете интегрировать все это в свое приложение или бизнес, и, в общем-то, через этот API с сервисом общаться, то есть не надо даже в админку заходить. Второй момент. Есть интеграция с всякими оркестровыми сервисами типа того же Ansimble или там есть даже целые кластеры Kubernetes для быстрого масштабирования облачных приложений, то есть можете там посмотреть их цены. И, самое интересное, вся оплата, которую вам придется платить SelectL, только за те мощности, которые вы реально используете. То есть нет такой истории, что у вас есть какой-то там фиксированный тариф, и вот ты там чуть только поиспользовал, но все равно фиксированную ставку платишь. Нет. Используешь мало, платишь мало, используешь много, платишь тоже мало. Вообще гибкие ставки, это на самом деле реально очень круто, что они сейчас так работают, потому что раньше, конечно, такого не было. Раньше просто выбираешь определенный тир типа и все. И не выбрал, ну как бы твои проблемы. Как бы, а если тебе нужно, как бы больше, ну берешь больше. А сейчас, как бы, реально можно вот так вот брать. Да. Короче, если вы DevOps, если вы какой-нибудь разработчик, если вы создатель какого-нибудь приложения, которому нужны сервные мощности в облаке, и вы знаете, что вам придется рано или поздно масштабироваться, а следить за там огромным парком серверов вам не хочется, пусть это делают профессионалы, пусть это делают Selectel, в общем-то, обращайтесь к ним, у них довольно приятное и довольно позитивное отношение к работе, и в принципе, их поддержка всегда вам поможет, если вдруг что-то не так или что-то вы не поняли. Заходите к ним на сайт, смотрите, переходите по ссылке в описании. Такие дела. Ге. Слушайте, ну это круто, на самом деле. Давайте я вам расскажу, что еще круто. Да, короче, дело в том, что у меня... Ты должен сейчас прямо, знаешь, демонстративно. Да-да-да-да. Сколько времени, Тимур? Ближе-ближе к камере, да-да-да-да. Четкие котлы какие, смотри, у Тимура. Да, короче, у меня взял, да. У меня появились Apple Watch 6, наконец-то. У тебя до этого какие были, кстати? Пятые? Apple Watch 5. Они четвертые? Нет, пятые были. Я хотел рассказать на самом деле с позиции, с двух позиций типа про Apple Watch 6. Во-первых, ну, позиции человека, который перешел типа вот самых новых по сути часов на самые новые часы. И с позиции людей, которые, как бы, многие сейчас, вот мои знакомые, сидят на третьих, четвертых, Apple Watch, некоторые даже на вторых, как моя мама, например. Кому, в общем-то, это может понадобиться? И я могу сказать, что, например, для меня лично по сути изменений основных только три. Вот. Первое изменение, ну, появился, конечно, вот этот тот самый измеритель уровня кислорода в крови. Это прикольная штука, но пока что еще я не научился ей правильно, точно пользоваться, потому что я могу вам сказать, что иногда она показывает какие-то неочевидные моменты, там, что у тебя, ну, типа там, сто процентов, девяносто девять процентов. А она быстро это делает? Ну, то есть, вот по времени сколько? 15 секунд, 15 секунд. Ты не посадишься? А бы сейчас ради интереса сделать. Ну, то есть, вот могу, вот, сейчас тебе даже скажу. Она будет красным светиться, вот как это, и показываются у них на сайте, типа, красненькие светодиодики, или что? Ну, ты же этого не видишь, вот. А, то есть, там, они инфракрасные, да, типа, их не видно? Этого не видно, да, короче, но я тебе могу сказать, что вообще, эта штука, как бы, она работает таким образом, что, в принципе, ну, оно вроде как, если ты спишь, если ты никак не двигаешься, потому что от тебя, в первую очередь, эта штука просит, чтобы ты не двигался, ну, то есть, чтобы ты, типа, там даже положение, в котором тебя просят, типа, это делать, оно выглядит следующим образом, типа, должен сесть, положить руку на руку, типа, на стол, и, и, типа, сидеть. И не двигаться. У тебя идет отсчет, да, короче, то есть, это вот максимально, таким образом должно работать. Я могу сказать, что, вы знаете, у меня там периодически, там, типа, то 100% показывает, то 99, там, то 98, но при этом все, мне один раз показал, например, 95%, и мне, я почитал в интернете, пишу, 95%, это, типа, мне очень хорошо. Ну, если было бы там 92, условно, это реально мало. Ну, вот, короче говоря, что 95, это, типа, не очень, не очень, короче, но у меня только один раз такое было, вот. Я пока еще не понял, как бы, зачем мне эта штука, в целом, как бы, да, потому что, ну, я такой, типа, попробовал, прикольно, да, но я думаю, что если у меня были бы какие-то сложности со здоровьем, большие, да, я бы постоянно бы это замерял, и понимал бы, что, типа, блин, ну, что-то, короче, сатурация крови, не очень, как бы, у меня постоянно было бы, например, 94, 95, как бы, да, допустим, или еще меньше, как бы, я бы такой сидел бы, охуевал бы, и начинал бы реально что-то с этим делать, вот, сразу же. Так. Как бы, я думаю, что, как бы, я еще буду наблюдать, смотреть, потому что у меня буквально, типа, неделю часы, все еще. Но, вторая вещь, которая, конечно, мне бросилась в глаза очень сильно, даже после Apple Watch 5, это первый Apple Watch, первый натуральный Apple Watch, которые, если вы посмотрите, вот сейчас на экран, когда вы смотрите мою видео-версию, я нажимаю на кнопочку, вот, и вы можете, у всех людей, у которых есть Apple Watch, вы можете посмотреть на скорость того, как запускается меню, и как запускаются там, допустим, какие-нибудь там приложеньки, все люди, у которых есть Apple Watch, могут понять, что это происходит ультра-быстро, такого не было. Что, даже прям по сравнению с пятой версией? Я могу сказать, что Apple Watch 6, это первый Apple Watch вообще ever, у которых уровень отзывчивости, как у iPhone, то есть, когда ты, типа, нажимаешь приложение, запускается, ну, типа, нажал кнопку, оно свернулось, типа, да, запустил, какой-нибудь там, Telegram, он такой, запустился, да, потому что, когда у тебя старый Apple Watch, или даже Apple Watch 5, у тебя все запускается на Apple Watch 5, ну, быстрее, чем раньше, но все еще ощутимо менее отзывчиво, чем, например, на Apple Watch, ну, как бы, типа, чем на iPhone, например, там, да, на iPad, там, на Mac, то есть, они все равно работали, было ощущение того, что они работают, типа, чуть-чуть медленно, ну, там, просто на Apple Watch 5 они стали работать быстрее, но все еще медленно, здесь у тебя впервые уровень отзывчивости, реально, как будто ты вот на iPhone, типа, хуяк, 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 все запустил, раз, 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 оно, типа, все работает, и вот это ощущение того, что ты наконец-то пришел к этому, такой, думаешь, бля, ну, вот реально, сколько, шесть поколений понадобилось. Шесть поколений понадобилось для того, чтобы кусок айфона запихнуть внутренненького клапуса на руки. Чтобы оно еще от батареечки работало, да. Вот, я могу сказать, что, конечно, эта штука работает довольно долго, по крайней мере, новые часы, они смогли оптимизировать, что, например, вот у меня сегодня за весь день, где-то с 8, там, 30 утра, я там ходил, и там, и на улице был в магазине, короче, и там, и по встречам, и по дому ходишь, у меня почти полностью там, типа, закрыты кольца все, как бы, ну, точно, ну, работал там какое-то время. 72% батарейки к концу дня. А вот вопрос тебе, я вот тут, листаю сайт Apple с этими часами, и там пишешь, что там, типа, дисплей всегда включен, до которого Always On, Да. Это реально так? То есть, вот ты целый день ходил, у тебя в конце дня 72%? То есть, не надо держать каждый день. Смотри, у него принцип в том, что у него, дисплей, как и на Apple Watch 5, его смысл основной в том, что когда ты не смотришь на него, он работает в low-power моде, когда у него маленькая яркость, и он по факту, как бы, обновляется раз в, по-моему, 30 секунд, что ли, или типа раз, или раз в там, в 10 секунд. Ну, короче, то есть он, раз в какое-то время, он обновляется, типа, информацию, но горит, как бы, типа, чуть-чуть совсем. Зачем это нужно? Потому что батарейка, типа, не так сильно тратится, я просто к этому вел. Они еще больше оптимизировали это по сравнению с Apple Watch 5. И я могу сказать, что на Apple Watch 5 это уже работало нормально. То есть он, в принципе, часы, вот к этому моменту, Apple Watch 5 у меня там, спустя год, у меня оставалось в конце дня, типа там, 40-50%. И, соответственно, как бы, ты еще потенциально мог еще ночь протусить. То есть, в принципе, сутки полные ты мог протусить с часами, вообще их не заряжая, ну, как бы, нормально. А как бы, эти часы, как бы, в принципе, могут прожить больше, потому что в них увеличили батарейку, из-за этого пришлось отказаться от этого 3D-тача. Вот. То есть они уменьшили слой дисплея, но сделали пожирнее батарейку. И оптимизировали процессор так, что, типа, они живут еще меньше энергии. Вот. И, соответственно, они живут подольше, чем Apple Watch 5. Но я могу сказать, что, опять же, чтобы вы понимали, что с точки зрения владельца Apple Watch 2, 3, 4, в первую очередь, это, во-первых, вот этот самый Always-On дисплей, как это было на Apple Watch 5, это действительно очень удобно. Потому что, напомню вам, что раньше вам нужно было просто-напросто часы, типа, обязательно на себя делать, посмотреть, чтобы у них включился этот самый дисплей. Сейчас, соответственно, вам этого не нужно делать. Даже если у вас 40 просто аккуратненько лежит там где-нибудь, и вы не смотрите на часы, и они лежат в каком-то положении, чуть-чуть отвернутых от вас, вы все равно видите, что на них происходит. И самое главное, что в отличие от Apple Watch 5, где дисплей, вот в этом Always-On режиме, он работал чуть-чуть, ну, так, прям приглушенно, но даже не чуть-чуть, нормально так приглушенно он работал. То есть вам, например, когда был при свете дня, если это было, например, там солнце херачит, вам нужно было прям присматриваться, типа, что там на них изображено. То есть если у вас были какой-нибудь супернагруженный циферблат, на котором, типа, стрелочки пересекаются с кучей всяких там, типа, маленьких хуйнюшек, вы могли и не увидеть, что там происходит. Но сейчас он стал еще ярче. То есть вот этот Always-On дисплей, он стал сильно ярче. И в итоге, типа, даже когда вы на него не смотрите, вы все равно прям нормально видите, что на нем находится. Вот. И, ну, конечно, опять я сказал про быстроту, потому что, ну, пиздец, они прям реально работают вот так же отзывчиво, как iPhone. Просто для всех владельцев там Apple Watch 2, 3, 4, это безумная боль. Вы запускаете, ну, Telegram может запускаться до 50 секунд. Просто запуск Telegram до 50 секунд. Здесь Telegram, типа, запускается за, там, 2-3 секунды. Слушай, какие функции, какие функции по здоровью доступны-то у нас? То есть все еще сблокированы. У нас в России недоступны только 2 вещи. Нет, это важно, потому что... Первый это КГ, причем есть воркраунды, как его включить, такие хитровыебанные, вот. Я пока не пробовал, как бы, но я думаю, что я попробую в итоге. И еще одна штука, это мониторинг состояния сердца, то есть там не просто хардбит, а он там типа прям отслеживает типа, ну, типа, есть ли у тебя тахикардия, есть ли у тебя там проблемы с сердцем, потому что он, по сути, совмещает хардбит вместе с ЭКГ-функцией и тебе выдает более точную статистику типа того, как работает твое сердце, и в том числе поставлены всякие алерты, что типа, если у тебя сердце как-то вдруг не так начинает работать, начинает фигачить типа на нотификациях твоим экстренным аккаунт, экстренным контактом, типа твои там девушки, жены, мамы, там сестры и кого угодно, типа, что там, вы знаете, там вот у Димы или у Максима что-то там хуйня какая-то происходит. У Димы, да, я уж понял, вража. Понятно. Не, ну как бы именно, что типа там тут же они тебе звонят, говорят, братан, у тебя все нормально, ты не берешь трубку, и они начинают типа тебя с собаками разыскивать, причем там можно поставить, что они еще, там можно поставить, что они еще посылают твою геолокацию твоему экстренному контакту. Объясни мне, почему ЭКГ не работает в России? Там из какого-то чипа, да, который на каких-то частотах не работает? смотри, там смысл в том, что ты же должен поставить два пальца, и он там пропускает чуть-чуть тока, ну то есть электрического через тебя. Мерит сопротивление, типа. Там как-то это так работает, что это требует сертификации. И я могу сказать, что сертификата просто нет. И это требуется сертификации в каждой стране, где это работает. И в России эту сертификацию еще не получили, но насколько я слышал, вроде как, типа на нее тоже подали, как и на чипы там У1, вот эти все, которые в часах тоже, кстати, есть, и они тоже пока что не работают. А это для чего? Сейчас объясню, короче. Но суть в том, что в итоге на данный момент ЭКГ не работает, но якобы над этим работают и может быть в России все-таки сертифицируют ЭКГ. Но опять же, есть хитровыебанные способы, например, один из способов, типа, это взять свой телефон вместе со своими часами, привезти в страну, где работает, сделать пейлинг внутри этой страны, и у тебя, у тебя будет работать ЭКГ. А через какой-нибудь VPN нельзя? Или... что? Какой-нибудь VPN или это только мобильный интернет? ты не можешь спуфнуть GPS просто. Я могу спуфнуть GPS. Что ты в серемете находишься? Но есть еще один хитровый ибрый способ. Ты можешь сделать, типа, бэкап телефона, к которому запейрены часы, и этот бэкап зашифрованный открыть с помощью одной из программ, которая позволяет открывать зашифрованные бэкапы, подменить там один файл, распейрить часы, короче, потом опять спейрить, они тебе пару раз выдадут ошибку, а потом заработает ЭКГ заработает. Примерно так работали бы часы, знаешь, примерно так бы работали часы на Windows Mobile, мне кажется. Но смысл в том, что ты, по сути, обходишь законодательным образом сделанную штуку, потому что в России это запрещено. У тебя запрещено законом использовать эти часы таким образом. И запрещено, чтобы эта штука работала. Apple ее, соответственно, отключила на программном уровне. И, соответственно, ты обманываешь систему и идешь, это делаешь. Я хочу попробовать, но просто все эти программы, они стоят бабок, там типа 60-70-80 долларов. Но, в принципе, я думаю, типа по приколу заплатить, потому что вроде как у людей получается это делать. А не стремно тебе хупами какую программу в свой зашифрованный бэкап закидывать? Я закрою Little с ничем абсолютно все эти, как бы, ну, все, как это называется, сетевым подключением. Да, я понял. Да, я закроюсь полностью сетевым, все сетевые подключения и сделаю эту хуйню и удалю эту программу. У меня вопрос к тебе, что за ремешок у тебя? Потому что я вот листаю сайт Apple здесь этих ремешков досрайки просто. У меня металлический ремешок, металлический черный ремешок, который называется Link Bracelet, черный. соответственно, как ты видишь, он отражается от цвета. Вообще, вот он на камеру тебе похож не на металлический, а значит на какой-нибудь типа резиновый, потому что он так странно. Ну, он металлический на самом деле, из стали, соответственно, это нержавеющий. Я могу сказать, что я с ним проходил полтора года с этим ремешком, я его периодически меняю на кожаный, у меня есть еще один довольно прикольный, у меня еще есть спортивный ремешок и еще Nike-овский есть ремешок, который с дырками. Я их периодически меняю туда-сюда, но мне это металлически нравится тем, что он намертво сидит настолько, что, например, когда у меня есть кожаный непромокаемый ремешок, обработанный специальным составом, но с кожаным есть проблема. Я, например, как-то недавно, когда был в доме отдыха, и там был аквапарк маленький, и там была горка, я съехал, знаешь, как вот типа есть правильный способ съезжать с горки, когда ты типа ложишься таким образом, типа захватываешь голову, чтобы подняться и ехать, чтобы у тебя соприкасался твое тело только на пятках и на лопатках, а все остальное тело не соприкасается. Ну и ты едешь три раза быстрее, соответственно, в этой горке, типа чем ты должен, вот. И я вылетел с такой скоростью, что я чуть-то мне расшип одну женщину, короче, и самое главное, что с меня чуть не слетели часы, потому что на такой скорости типа они реально чуть не слетели. При этом металлический вот этот ремешок не слетает вообще ни при каких обстоятельствах. Ну, он оторвет тебе руку, да, я понял. Он скорее тебе руку оторвет, чем у тебя слетит, как бы. Это прямо вот реально как наручник, ну, как бы они реально очень круто сидят, вот. Плюс я сейчас вот заказал себе вот этот ремешок, который без застежки, который вот называется соло-бенд, вот. Как бы сейчас вот приедет, как бы я надеюсь, что... А без застежки это которые... Просто вот они с размером. от тканевых это которые... Они силиконовые плюс... Ну, короче, силиконовые, которые полностью и силиконовые, которые такой из переплетенных ниток. Вот я смотрю как раз вот переплетенка это силиконовые нити, да, это не ткань. Их в России еще нету. Они только-только приедут. Вот ты сейчас видишь кусочек черного и кусочек синего дисплея, вот это они и есть с переплетенными. Вот это красные, зеленые и синие. Да, это вот они и есть. Вот такой вот я себе заказал как раз. Вот. И, короче, я вот посмотрю, вот он должен приехать. Самая хитро выебанная история была как-то, знаешь, с размерами этих ремешков, потому что Apple тебе же дает возможность распечатать специальную хуйнюшку, которую ты должен надеть на руку, типа и померить и сказать, какой у тебя размер. Или, соответственно, померить с сантиметром и, типа, определить размер. Я на шару определил, что у меня 10 размер, потому что у меня есть сантиметр, ну, типа, который, знаешь, такой этот партнятский, у которого с одной стороны, типа, есть дюйма, с другой стороны сантиметра. Я померил, что у меня в дюймах семь с половиной дюймов обхватного запястья. Вот. И, ну, я на шару в их конвертере на сайте Apple посмотрел, что это, типа, десятый размер. Ну, я и сказал десятый. Вот и посмотрим, подойдет мне или нет. Вот. Но в любом случае я могу сказать так, что, опять же, я могу сказать, что вообще эти часы в первую очередь, как бы, если у вас пятая Apple Watch, то, конечно, ну, там большой, как бы, супер разницы. Вы не заметите, кроме того, что они наконец-то начали, блядь, работать очень быстро. И что у них батарейка прям жирная стала. Ну, то есть, нормальная жирная батарейка. А если у вас Apple Watch 4 и любые другие ниже, это прям ноу-брейнер, потому что у тебя вот этот Always-On Display, у тебя, соответственно, жирная батарейка, у тебя супер-быстрый интерфейс, и у тебя там всякие прибабахи появляются, типа, альтиметра, причем здесь еще альтиметр работает вживую. То есть, у тебя есть реально циферблаты. Я напоминаю, что появилась история, что вы можете качать циферблаты, которые сделаны под определенный юзкейс. Например, циферблат под подводника, циферблат под пловца, циферблат под фотографа, циферблат там, типа, по себе настроил какой-то или что? Я скачал циферблат себе под фотографа, как раз под Golden Hour, и уже один раз так ходил фоткать в Москве. Они тебе показывают, типа... Ну, то есть, они настроили, или это просто... Короче, смысл в том, что типа их есть вот эти самые циферблаты, которые сделаны под конкретных людей. И там есть, например, циферблат под трекера, ну, то есть, человека, который, типа, там ходит по горам, да, вот. И там встроенный альтиметр, который тебе вживую показывает, у тебя какая высота прямо сейчас, как бы. И на Apple Watch 5 он показывает, типа, с разрывом, там, раз в какое-то время, тебе, типа, раз там в минуту, вот. Ну, или когда ты можешь прям вручную обновить этот альтиметр. А здесь, соответственно, тебя показано, как бы, ну, прям вот постоянно. Типа, поднял руку, он тебе такой, типа, на один метр больше. Опустил руку, на один метр, там, типа, меньше. Понимаешь? Ну, то есть, это реально круто работает. Вот. Я могу сказать, что, как бы, я прям доволен пока что, но, опять же, вот по уровням крови я сейчас буду, там, типа, тестировать, смотреть, что как, короче. Но все остальное мне прям очень нравится. И я, опять же, как бы, если у вас Apple Watch ниже, чем пятый, я промочу советую. Если пятый, то, ну, как бы, тут уже, типа, надо думать. Вот. Слушайте, но с другой стороны, я вот слушаю Тимура и как человек, который вот сейчас ждет, чтобы все подбить, очень хочу себе Apple Watch SE. Apple Watch SE же на этом же железе сделано. Да, там нет этого модного сенсора с давлением, там нет... Нет, смотри, там, по сути, Apple Watch, там процессор тот же, но вся техническая начинка из Apple Watch 4. Потому что там нет Always-On дисплея, да, короче. И вот альтиметр, там, я не знаю, он есть там или нет его. Но все остальное, как бы, вот из процессора как раз вот... То есть интерфейс, то, что вот эта быстрота интерфейса, о которой я говорю, то, что все, блин, работает быстро. Вот в Apple Watch SE это тоже есть. Да. Так что, так что сейчас это сейчас тоже более-менее подобьюсь и пойду куплю, потому что очень хочется. Ну, в общем, короче, минуточка полуебства закончилась, я доволен. Всем, если у вас старые часы, прям дико люто советую. Если Apple Watch 5, еще подумайте, вот, но, в общем, такая история. Вот. Слушайте, у нас тут еще интересная тема случилась. Дело в том, что мы вам рассказывали про замечательный сериал Ригли Скотта, который, который, по сути, как продюсер там выступает, даже снял две серии. Race by Wolves, это как это, взрослые волками? Воспитанные волками, в русской версии. Воспитанные волками, да. Вот. И у него тут вышел финал, и, по сути, последние несколько серий там происходила такая, типа, полная еба-разъеба. Мы уже вам, помнится, рассказывали о том, что, ну, то есть сериал умеет тебя удивлять, потому что каждая серия, так или иначе, происходит что-то такое, чего ты, типа, не ожидаешь. Вот. Вот я, например, не ожидал, что Барян придет сейчас в кадр. А он пришел же, ушел, и Дима такой, а что, что? Знаете, как в хорроре такой, типа, смотри, и типа, где, 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 а уже все. А примерно, вот примерно, по такому же паттерну, просто, чтобы вы понимали, мы с Димой смотрели сериал, точнее, финал Raised by Wolves, и нам такой Тимур, смотри, 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 мы такие, что, что, где, что, вон, ну смотри же, смотри. Бля, точно. Смотрите, сейчас будет супер жирный спойлер, который, вот я прям предупреждаю, у вас есть время дотянуться до телефона, дотянуться до кнопки перемотки, дотянуться до, там, в машине, дотянуться до наушника, дотянуться там еще до куда-нибудь и перемотать секунд, типа 30, потому что мы больше спойлерить не будем, как бы, да, но вот, вот, вот пока я все это говорил, вы уже наверняка дотянулись, вы уже перемотали, можете в Ютубе, кто нас сейчас смотрит, кто не хочет этого самого спойлера, ушки закройте, ушки закройте, секунд на 30, отойдите. Когда я вам вот так покажу, значит, у нас все закончилось, да. Да-да-да, Димка вам покажет, или мы все вместе покажем, типа, что вот, ну все, короче. Если, как бы, вы остались, уже посмотрели этот самый финал, короче, вот мы вас предупредили, о, что вот секунд 30, короче, этого будет. Дело в том, что большое количество раз, когда сериал только-только начинался, все такие думали, что, типа, ну, как-то же этот сериал, раз Ридли Скотт снимал там про андроидов, про вот это все, типа, ну, может он там с чужим как-то связан? И авторы такие говорили, ну, да нет, как бы, ну, ну, точнее так, можно сказать, что Рейс Байвульф, это такой кузен, двоюродный брат чужого, типа, ну, то есть они как бы, типа, ну, типа, связаны, но не очень связаны, но типа связаны, но не очень, короче, вот. В общем, последней серии происходит пиздец, потому что в последней серии, мало того, что в какой-то момент, ты осознаешь, что там прямая связь абсолютно с чужим. Совершенно прямая. Да, то есть там, во-первых, она есть как бы такая, прям на уровне символизмов некоторых, там прям кадры воспроизводятся из чужого определенные, вот. Так там в какой-то момент выясняется же, что, ну, мы со спойлерами это все дело обсуждаем, что, во-первых, как бы на этой планете, куда попали эти самые андроиды, что там же была жизнь до этого, и эта жизнь была не только, вот эти самые огромные скелеты змей, да, которые там есть, но еще как бы в том числе, как вы понимаете, там была человеческая жизнь, и эта человеческая жизнь, которая как бы так или иначе каким-то образом связана со временем, и смысл в том, что, как вы помните, был такой момент, когда обсуждают про вот эту самую женщину, робота-некромансера, говорят о том, что, ну, ты же типа там некромансер, а вы построены на технологиях темных фотонов, и эти технологии темных фотонов, метроидисты, вот эти самые, они получили их из священных писаний, а священные писания пришли от Бога Солнца, откуда-то там, но мы, конечно, не знаем откуда, но откуда-то там они пришли, и выясняется, что они пришли с этой планеты, эти самые технологии, черных темных фотонов, вот, и в какой-то момент мы узнаем, что вот эти самые люди, которые жили на этой планете, они предсказали то, что сюда прилетят эти самые андроиды, как раз таки с этими самыми детьми, и что эти самые андроиды, как раз будут делать то, что есть в этой серии, и самое главное, что они в какой-то момент встречают жители этой планеты, и жители этой планеты, один в один, похож, как вы понимаете, на кого? На Жакея. Да. Просто один в один, он там вылетает. Из Чужого Завета, или там Чужой Прометей, как он там был. Из Завета, из Прометея. Из Самого Первого Чужого. Да, да, да. Из Самого Первого Чужого. Вот, и самое главное, что шлем, в котором мы сначала видим, что некоторое существо, типа, рожает другое существо, этот шлем, один в один, шлем Жакея, из Самого Первого Чужого, и этот шлем периодически встречается еще и в Прометее тоже, и ты такой, ёп твою мать, короче, и в какой-то момент, как бы, как вы понимаете, там интересно, что в этом шлеме рожает как раз-таки существо, мы не будем говорить, конечно, какой, но то, что вы наверняка это увидите или видели, короче, это самое существо рожает такой же андроид, такой же, причем не просто андроид, а именно этот андроид некромансер, потому что у него в том числе такие же абсолютно узоры на лбу, как и, собственно, у этой матери, вот, и ты такой, ебаться, сараться, просто, что происходит, вот, и, конечно, тут ты такой охуеваешь и начинаешь сзади старой сезон. Сериал про 2 на 4. Спойлер закончились, давайте, все, 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 все хорошо. Спойлеры закончились, короче, можно включать. Тебе написали, кстати, покажи Баряна в кадр, если спойлер закончились. Покажи, покажи Баряну. спойлер закончились, уже можно убирать, смотри, как он большой стал, ты посмотри, как он большой стал. Блин, он тебе уже здоровенный кот, да, его пора это, чик-чик. Ну, надо, Дима, Дима будет, что на Новый год заедать, все нормально. Тимур, если вдруг станет грустно, Тимур, я напоминаю, что у меня дома 3 кота, я поделюсь. У тебя всего один. Короче, пацаны, в общем, что я могу сказать, что финал, конечно, ну, это прям полная разъеба, особенно, типа, если вы фанат фильма Фридли Скотта, то как бы, я бы посоветовал как минимум дать шанс сериалу, если вы еще его не посмотрели. И, как я вам говорил в прошлом подкасте, стоит держать всегда в уме, что те вещи, которые вам показывают, их вообще никак, блядь, не объясняют в этой серии, зато, может быть, в следующей там какой-нибудь серии это что-нибудь объяснят. И финал сезона показал то, что есть куча вопросов, которые будут отвечены во втором сезоне, так что мы такие с нетерпением ждем, чем там все закончится. А по поводу вот этих спойлеров, которых сейчас Тимур распинался там почти 3 минуты, а не 30 секунд. Я могу сказать так, я их, во-первых, полностью все проебал, если бы Тимур мне не намекнул, если бы на родите не было бы истории с разбором всей этой ерунды, я бы высказал так же, как высказался вот у нас Алекс Пацаев, написал, что я досмотрел воспитанные волками, я такая ебанина, блядь, закончился как говно ебучее, блядь, вообще нихуя не понял, блядь, и нахуй только время зря потратил. Вот у меня примерно такое же было настроение, пока Тимур мне на пальцах не показал, куда надо смотреть, чтобы все это понять, я сложил... Да, я сложил в голове 2,2 такой... А-а-а! Так вот оно, что было, блядь. Это Максим и Дима просто, серьезно, после того, как Тимур к нам нагрянул. Вот, короче, если вы такой же человек, вы посмотрите финал сезона, а потом перемотайте на вот этот момент и послушайте спойлеры, которые вам говорил Тимур. Да. Ну, потому что, серьезно, на самом деле, как только вы все сразу понимаете, как бы все это видите, вы такой просто... У вас сразу в голове там выстраивается какая-то картинка, причем их много разных вариантов, картинок. Это такой просто... Каждый один охуитель не другого. Это такой... Ебать, там просто пиздец. И, кстати, забавный момент, то, что сериал-то уже продлили на второй сезон, а у них есть сценарий на 4 сезона. То есть он изначально будет рассчитан на 4 сезона. И я вот такой думаю, блин, то есть вот... Большинство известных мне сериалов, они, ну, считают там, ну, на один сезон, может быть, значит, рассчитывают. Но большинство сценаристов, они делают как? Они вот типа рассчитывают, что если вдруг студия не даст денег, если вдруг, то мы как бы закончим на такой, типа, на интересной ноте, скажем так. Здесь люди явно знали, что им дадут денег на второй сезон. То есть просто знали об этом. Так что такое. Слушайте, я могу сказать так, что, конечно, мне прям очень понравился сериал. Там местами есть, конечно, какие-то затянутые моменты, какие-то линии, которые там, типа, такие непонятные, типа, и ты такой, бля, ну, как так-то? Но в целом его вот атмосфера... Он интересный. Как бы он реально интересный, конечно. Поэтому, типа, после финала ты, конечно, сидишь и такой просто ебать, ну, как бы просто охуеть, конечно. Ну, ты такой сразу, типа, простил всю хуйню сериалу и такой сидишь руки в боки и такой, ну, блядь. Ты знаешь, сука, ну, давайте. У меня от Raised by Wolves приятные вайбы Лоста, когда он только начинался, потому что, да, он не идеален, да, у него есть какие-то слабые места, но это сериал, который хочется обсуждать, о котором хочется спорить. Главное, чтобы он не закончился как Лоста, потому что Лоста... я не спорю, я не спорю, Лост в какой-то момент просто, знаешь, мне казалось, что они сами запутались во всех своих сюжетных линиях и давались такие, блядь, мне кажется, что как бы все это можно объединить одной единственной линией довольно простой, как бы, да, что, ну, там, если там, вот из наших спойлеров так очень аккуратно сказать, да, что... Не надо сейчас уже опять распознавать. Ну, как бы, можно просто сказать, что, знаешь, как бы, вот в разных, знаешь, там, типа, есть там, типа, сериалах или в разных там фильмах типа Стартрека. Если так, типа, издалека зайти, у тебя, знаешь, вот есть, типа, разные планеты, да, короче, и на них какая-то, типа, сюжетная линия происходит и типа, а давайте на этой планете ебанем вот это, а на вот этой планете будет вот это, а давайте на этой планете будут там, блядь, там, разумные гиены, а вот на этой планете вот это, короче, да, и в принципе все это вот в рамках вот этого сюжета, как бы, да, можно тоже говорить, что вот на этой планете вон то, а вот это вот здесь вот так а вот здесь вот так но у них есть общая линия которая типа их как-то чуть-чуть друг с другом там пересекает короче и ты можешь там ебашить в чё хочешь у фанатов баженова будет бомбить этого сериала просто потому что у них бомбила от чужого завета и бомбила от пармитея так что я думаю что и от этого сериала будет бомбить не меньше так что я тоже так думаю вот короче в общем мы вам советуем обратите вот так кто выиграл в ёбаную мафию я я прошел я прошел мафию на стриме у нас на как бы на завтра касте на 3 ч они все смотрели но это было единым заходом то есть имейте ввиду что это прям вот редкий случай когда мы сели и пошли игру целиком игру можно условно за день пройти за 10 часов у нее 10 часов продолжительность примерно мафия мы говорим про мафию дефинитив эдишн это ремейк это не ремастер 3 мэйк первой мафии а на душе 3 части с новыми сюжетными моментами с новой графикой с новым дизайном персонажей то есть это вот именно ремейк не ремастер и мне несмотря на его некоторые моменты которые наверное проистекают из все-таки того что это очень старая игра была в основе мелочь понравилось почему потому что во первых сохранили линейную структуру оригинала то есть вот нет вот этого что типа ну смотрите на жизнь большой город давайте сделаем open world нет город как был декорациям так и и остался вся игра проходится линейно то есть там вот есть вот этот набор миссий и вы просто идете по сюжету просто все это разворачивается вот в этом городе lost haven во-вторых я не знаю что на консолях я играл на пк она просто ябанистически красивая это одна из самых красивых игр в этом году то есть в году где вышел the last of us part 2 с усилий она охерительно атмосферная она охерительно классная и ты знаешь она наконец-то дает чувство аутентичности то есть вот оригинальная игра при всех ее классных фишках когда она выходила там 2002 году это все равно чувствую что это такой восточно европейский лубок на то как себе в чехии представляют америку да нет здесь не так и то есть например я читал в стиме одна из претензий к игре было что типа а чего нет поворотников на машинах потому что поворотники в 56 году появились стандартизированные на тачках потому что не было поворотников 30 и вообще в оригинальной или они типа были да они там были да или там тут светофоров очень мало в восхейвене потому что светофоров ставили по два по три на город в 30 и они были даже не электрические а механические таблички показывали ну и так далее и там вот этот вот дух эпохи он передан иначе но абсолютно корректно потому что этот раз игру делали все-таки американцы они примерно представляли что у них было в 30-е годы то есть от этого поменялась например озвучка персонажей потому что у них появились вот эти американские акценты итальянский акцент ирландский акцент то есть вот эти вот все нотки говора сами диалоги написаны более взрослым языком то есть в этом плане это именно переосмысление поэтому если вам не зайдет потому что не так как было в первой игре так и задумано но при этом сама по себе она очень клевая там отличная физика машин там классная постановка миссии там абсолютно клевый на мой взгляд поясни то есть вот я игру все прошел одним за одним заходом но там есть некоторые проблемы со стрельбой но они были еще и в третьей мафии то есть это прям вот в наследство досталось мне они ведь проблемы с стрельбой в третьей мафии мне прямо она знаешь кто-то может сказать что она слишком слишком кавер-шутер то есть вот то что ты прям в этом ты кайф нет ну для кого-то кому-то это может не понравиться и да там есть проблемы с пейсингом то есть некоторые миссии провисают это знаешь когда там следуйте за машиной не приближаясь к ней на определенное расстояние я понимаю что это в общем-то ну атовизм уже это нахер не надо а с другой стороны ну вот такая была оригинальная игра часть совсем же ее менять ну согласись что если бы если бы поменяли бы слишком много не сработал бы эффект ностальгии а естественно я понимаю и поэтому да это не идеальная игра да местами вам могут мне понравиться изменения хотел мне никаких претензий к ним да местами вам может показаться что-то чуждым но задумайтесь может это было неправильно в оригинальной игре сделал многие претензии об это разбиваются но при этом сюжет мне очень понравилось как они переписали сюжет оригинальный сюжет оставили в принципе нетронутым структура то как идут ну хронология событий как себя ведут персонажи какие они принимают решения все это в конве осталось прежним но там закрыли все дыры сюжета там абсолютно всем персонажам прописали адекватную мотивацию вот нет вот этих резких скачок скачков и серии он был хорошим а теперь он плохой вот то есть теперь все идет гораздо важнее и ты знаешь когда у даниэля вавры бомбить что там блять историю мою переписали замечательную спидеры чувак твоя история была она не очень хорошо сохранилась если вот не с позиции светлых воспоминаний это воспринимать а вот как вот просто свежим взглядом и в этом плане ну мне кажется это ремейк на уровне того что мы получили я не знаю случаи с shadow of the colossus или еще какими-то такими вещами то есть вот прям реально достойная современная игра мне кажется людям которые не играли в оригинал мне кажется зайдет абсолютно потому что игр с такими production values в сеттинге тридцатых тупо нет то есть просто сам сеттинг и то как он сделан охерительный но понимаешь мне у меня есть такой хотел я понимаю что меня вздернув в комментариях ремейк мафии настолько хорош что я не уверен что мафия его заслуживает оригинальное вот так и тебе скажу я могу тебе сказать что я не покупаю ремейк и не жду его потому что я не потому что он тебя куплен на наш редакционный аккаунт дима я не такой большой фанат вообще в принципе попробуй попробуй поиграть в ремейк 1 потому что она даже если тебе насрать она классно в контексте мафии знаете что хотел сказать я не добавил это в шоу ноты но у нас очень хорошо получится если я про это скажу я тут посмотри фильм называется донни браска помните такой 91 года альпачино джонни депп я его не смотрел вообще я от блять даже не знала бы его существование такой что альпачино джонни депп в одном блять фильме серьезно как я это пропустил серьезно блять то есть для меня этот фильм просто знаешь out of nowhere просто такой выпрыгнул ну вот и вот когда обсуждалась мафия по-моему когда она там вышла две недели назад или неделю назад не помню на дтфе кажется была статья где перечислялись разные фильмы про мафиози я думаю дай посмотрю короче какие там есть про гангстер фильмы но и там естественно крестный отец я такой ну блять крестного отца я смотрел он классный там типа лицо со шрамом в принципе не про мафию но да окей пусть будет про мафию и и перечисление перечисления фильмов я смотрю донни браска думаю блять это про что а это фильм про не главу там какого-то там мега картеля не понять доны там какого-нибудь который решает свои проблемы а фильм про как бы пешки до которые в мафии как это называется не лейтенанты а как это как капо и забыл как называется неважно вот в общем мелкие сошки в рядах мафии и как они пытаются пробиться наверх и как к ним внедряется в полицейский блин это такой классный фильм что я вот говорю если вы пропустили как я донни браска блять посмотрите он реально убыть ли он идет три с половиной часа но я блять его посмотрел просто на одном дыхании вот серьезно что за дыхание такое на три с половиной часа ну блин ты знаешь вот я ирландца смотрел например и мне не хватило на три с половиной часа то что ирландца я смотрел вот в несколько заходов знаешь там посмотрел полчаса выключил завтра посмотрел остаток посмотрел полчаса выключил завтра посмотрю и так блять на неделю растунул а знаешь насколько тик токов можно и вот на тик токе да а вот донни браска мне пришел зашел то что я вот в контексте мафии хотел сказать, что просто ради интереса посмотрите, какие фильмы про Уфиози есть. Они же есть, вообще охуительные, про которые вот я вот как-то пропустил. Такая история. Слышите, я тут посмотрел, наконец-то, новый ковид-эпизод Саус Парка. Если вы вдруг еще этого не сделали, пойдите это сделайте. Но самое главное, что я когда включил его, я понял, что я не досмотрел последние, типа, 5-6 эпизодов, типа, из прошлого сезона. Я сначала посмотрел эти 5-6 эпизодов и понял, что были блин. На самом деле, насколько же классный Саус Парк стал за последние годы. Потому что я могу сказать, что я смотрел вообще, ну, типа, практически все серии Саус Парка, вообще ever. Я могу сказать, что он прошел очень большой путь, потому что раньше он был такой, типа, то такой блевотный, то прикольный, то такой, типа, ниже Плинтуса, то еще что-то, то еще что-то. Я бы сказал, что он был классической такой, знаешь, типа, сортирно-пердильной комедии, ну, то есть, которая не особо-то веселая была. Ну, то есть, она была интересная в какой-то момент, но мне кажется, создатели Паркера и Стоуна, они вот стали расти буквально последние, там, лет 5, наверное. Потому что последние 5 сезонов они, блядь, один охуительный другого. Да, я могу сказать, что я, конечно, если вы вдруг забили в свое время на Саус Парк, как это сделал когда-то я, там, типа, что он отстой, я реально посмотрел вот все последние сезоны года 3 назад где-то, вот 3, 2-3 года назад, я, типа, вернулся и начал смотреть, и так, о, прикольно-прикольно-прикольно, типа, и если вы вдруг забили на него хер, посмотрите, потому что реально последние 3 сезона, они реально довольно прикольные. Они действительно взрослые, классные, там, да, окей, там тоже сортирно-пердильный юмор, но они сделаны прям хорошо и очень, типа, злободневные. И часто юмор бывает такой, типа, саптал, аккуратный, такой, знаете, прям такой, типа, оп, типа, заходит, и если этих, кто не понял, тот поймет, вот. И последние, конечно, серии классные сделаны, и я могу сказать, что ковидные серии тоже хорошие, и если вы пропускали все это время, то посмотрите, потому что ковидную серию они сделали клево. Они туда запихнули все их проблемы с политикой, проблемы с ковидом, проблемы с полицейским произволом, оно там все довольно прикольно и хорошо работает. Я могу сказать, что если они посмотрели предыдущий спешил рождественский. Он тоже очень классно сделал. На самом деле, про Санта-Клауса прям реально классный. Так что я советую вернуться. Сколько раз Кенни умирает в новом сезоне? Я могу сказать, что они эту шутку в какой-то момент перестали вообще делать, потом обыгрывали ее смешно, а в последних сезонах она вообще даже не упоминается. То есть вся история про Кенни, это как будто, блядь, вообще про другой сериал. Это прошлый сериал был, вот этот кто, о чем я и говорю, что если вы закончили смотреть South Park на вот тех сериях, когда Кенни постоянно убивали, это значит, что вы типа отстали на несколько лет, а сериал ушел вперед, он уже совсем другой стал. Это очень круто. Просто я к чему это говорю? Потому что есть некоторые ютуберы, неожиданно начну издалека, которые, знаешь, очень долго уже ведут что-то в одном формате. Один из них AVGN, который, Cinemassacre, Video Game Nerd. И вот у него вышла новая серия про Эко the Dolphin. И ты знаешь, вот ты понимаешь, что вот этот юмор, а он же появился примерно тогда же, когда, ну, AVGN, когда вот South Park стал популярен в России. То есть вот примерно на той же волне они вместе появились. 20 лет назад? Ну, давно, давно, да. То есть там в нулевых, в середине нулевых они стали прям более-менее популярны. Я просто к тому, что Аниорд не поменял формат. И он делает-то все так же. Но ты сидишь и смотришь это все с покерфейсом, потому что да, не знаю. Вот и приятно, что South Park в этом плане он пошел вперед. Он не стал топтаться на вот этом вот они убили кейни, понимаешь? Ну да, но эта шутка, она повторяется. То есть она... Я не про шутку, я в целом про формат юмора. Я просто к тому, что мне кажется, что Паркер и Стоун наконец-то нашли свою нишу. Ну, как бы вот они делали острую такую сатиру, знаешь, прям вот, которая прям сатира-сатира, да, прям совсем сатира. В этот раз они сделали нечто как бы более актуальное, что ли, потому что куда же появился какой-то сквозной сюжет, который идет через весь сезон, например. Появились какие-то там, типа, отсылки к предыдущим сезонам, там, предыдущим историям. Раньше это были камерные серии, то есть каждая серия была вещью в себе. Сейчас это не так. Ну, в общем, короче, мы вам дико советуем вернуться в Саус Парк, если вы из него уходили. Если вы вообще никогда в жизни не давали жизнь на Саус Парк, то вы можете спокойно начать, типа, с поза-поза прошлого сезона и, типа, прям вот начать смотреть с этого момента. И просто забить хер на все остальное, что было до этого. Вот. Такие дела. Ну, и закончим. Как поживают мобильные дрочильни? Мобильные дрочильни, да. Чё там по аниме? На самом деле, закончим мы блок впечатлений тем, что гудит весь интернет всю неделю. Короче, вышла китайская фритуплейная мобильно-пкшная дрочильня, которая оказалась не говном. Которая называется? Genshin Impact. Мы ее тоже стримили. И я в нее реально залип. То есть я, наверное, часа по два в день. Подожди, то есть после нашего стрима я в нее еще играл. Ты еще в нее играл. Да. Я до сих пор в нее поигрываю. Короче, Genshin Impact это игра сингловая, очень важно, это не онлайн игра. Она требует онлайн-подключения, но это синглплеер. То есть у вас есть персонаж и отряд из нескольких героев, с помощью которого вы исследуете внутроигровой мир. Он сейчас состоит из трех достаточно больших регионов. Всего в игре их будет семь, их потом добавят. И прикол весь в том, что геймплей, когда ты играешь в исследовании, он очень сильно напоминает Зельду. То есть графика, дизайн, ну за исключение того, что там анимешные девочки и мальчики. Я не знаю, вот это все, вот это все заигрывания с элементальными атаками. То есть там, если ты врага намочил, уебнул по нему электричество, то у него выше дамаг, да? Или еще что-то такое. Но при всем при этом боевая система там очень сильно напоминает мир автомат. Чем? И ты знаешь, всем. атаками, типа оружия. Как они бьют это реалтайм. То есть у тебя есть персонаж, который там подстреливает сзади. Да, да. Короче, история вся в том, что Геншин импакт, это ты знаешь, я скажу кощунственную вещь, мне бы очень хотелось, чтобы сиквел Зельды такой был. То есть это Зельды, из которой убрали все раздражающие факторы. И что там оружие не ломается в Геншин импакт? Да, например. Не ломается оружие, что не раздражал Зельди. То есть ты просто ходишь и исследуешь. Или там, например, поскольку у тебя отряд, то боевая система основана на очень быстром переключении между персонажами. То есть вот ты, например, персонажем заморозил, потом переключился на второго персонажа с электричеством, ёбнул током. И у тебя в зависимости от этого как-то меняется твоя тактика. То есть они с ним в баку. Если мне похер на аниме вообще в принципе. Она как игра интересная. Она всё равно приятная. То есть я за 12 часов игры не встретил ни одного пока момента, где бы меня анально нагнули по его. То есть... Ты просто этого не заметил. Просто легонечко тебе намекают, что... Я не мог бы ты поднять вот этот ключик с пола, да. История вся в том, что самое главное, тут Тимур даже со мной согласится, особенно на мобилах, я не говорю про ПК, но ПК ты поняли, что всё заебись. Genshin Impact выглядит просто охуительно. Там невероятный production values. То есть вот приходят китайцы и игрой на Unity унижают все японские GRPG. Ну, кстати, говорят, что она на PlayStation работает довольно хуёво. Ну, это из-за того, что Unity на PlayStation работает достаточно хуёво. На мобилах на ПК он работает очень круто. На iPad он выглядит вообще роскошно. Я вчера видел у друга на iPad Pro, как выглядит он. Там, блин, ещё же экран вот этот охуительный. На. Ты такой... А что, так можно было? На. И Genshin при всём при этом, это же ведь очень большой open world. Это не какая-нибудь там коридорная игра. Это всё идёт... Все сравнения с Zelda. То, что у тебя очень похожий графон. То, что можно лазить по стенам. Есть стамина. То, что можно летать на пропланчике. То, что можно собирать рыбу, собирать цветы и прочее. А, да, готовить вот это всё. Вот это всё. Вот эти все обвинения. И то, что музыка такая же, как в Zelda. И то, что враги такие же. И то, что постройки такие же. Это всё как бы, типа, там, влияет это на геймплей как-то вообще? Или нет? Нет. Ты знаешь, геймплей, как ни странно, отличается. То есть он на первые часа 4 игра очень сильно похожа на Zelda. То есть реально вот прям почти клон воспринимается. Но потом у тебя во-первых открываются разные персонажи с разными элементальными способностями. И геймплей реально меняется. Потому что там уже появляется тактика отряда. Там уже появляется ростер. Там уже появляется тот факт, что тебе надо в реалтайме постоянно взаимодействовать. И в этом плане Genshin, ты знаешь, очень сложно сказать, что это. Это, блин. Это, знаешь, как споры, является ли Warcraft клоном Dune 2 или нет? Вот когда RTS только появились, как Жанна. Вот. Или там является ли Duke Nukem клоном Dune 2? Верняется ли Torchlight клоном Diablo? Diablo, да. А, ну да, является. Ну, короче, поинт в том, что Genshin, если даже вот вы хотели понять, что такое Zelda, Breath of the Wild у вас нет свеча, или вы хотите в качественную мобильную игру поиграть, особенно если у вас планшет, это прям вообще отлично. Хотя, по-моему, они сейчас пока только контроллер не поддерживают. Вот в этом. Если честно, я был в шоке, что он реально не поддерживает контроллер на iPad. то есть, учитывая, что она не стоит ни копейки, я советую попробовать и решить для себя, но это реально открытие года. То есть, от этой игры никто не ожидал, что она будет настолько хорошей. Она реально вообще выстрелит, и в ней пойдут люди регистрируются добровольно в гача-дрочильне. Как бы, камон. Вот уж называется, кто бы мог подумать. Вот и все. Такие впечатления. Слушайте, в общем-то, мы потихонечку уже заканчиваем наш огромный юбилейный выпуск. Напоминаю вам, что этот 200 выпуск, хоть и по номеру, но на самом деле в реальности их уже там около 240 штук, надо посмотреть, потому что выходила еще куча спешелов, всяких интервью и прочих всяких штук, английских версий интервью. В общем, мы на самом деле уже много чего на выпускали, но так или иначе официально номерных действительно 200 выпусков. Но мы вам хотели под конец по старой доброй традиции и вам, в общем-то, засоветовать статьи, что мы там интересного нашли. И у нас тут Димка нашла красную статью. Я сначала, прежде чем мы перейдем к статьям, я дочитаю наш донат. Во-первых, Nintendo занялся 300 рублей, игра хорошая, но занести придется на смолу, иначе с боссов нельзя лут снять. Я пока не встречался с этой необходимостью. Встретишь еще, я думаю. J11 занялся на 100 рублей, смотрю на Максимус, расспоминаю, что он кушает плов с лошадками, а мне жалко лошадок. Ну, это старые как бы лошадки, которые, знаешь, на конюшке уже... Это специальные мясные лошадки, Дима. Старые мясные лошадки, которые умирают и своей последней волей перед хозяевом смотрят и говорят зарежь меня, скушай меня, мне будет хорошо. И это попадает в плов, да. А те лошадки, которые молодые, добрые и хотят жить, они не попадают в плов. Нет, ты знаешь, лошадки, которые не хотят закончить в плове, они скачут быстрее. А-а-а, ну вот началось, блядь. Лошадка-шейминг, да. Вольтрон из Котов Борисов за 90-50 рублей, поздравляю с мбимлейным вымпумском. Узнался в тракасте посоветую Билл Берри Маффина, пришлось сначала слушать в обратку с 33-го выпуска, будьте здоровы. Уф, нифига себе с 33-го выпуска. Спасибо тебе, братан. Спасибо. Егор за 90-50 рублей, поздравляю, слушаю вас с выпуска с 50-го, вы лучше верните старикаст, верните старика. Ничего, вернем, да, поделают. Слушайте, а мы, в наших статьях, я хотел вам посоветовать даже не статью, а рассылку, что это такое, журнал или издание, издание называется Reminder. У них есть email-рассылка, но поскольку никто не подписан в здравом уме на email-рассылке, если вы не хотите спам, вообще не представляю, кто в здравом уме подписывается на email-рассылке. Это очень популярная на самом деле штука, потому что в крутых рассылках часто собирают клевые инсайты. Я не спорю, что... Особенно если тебе какие-то интересные темы, тебе уже закурировали все, и ты не должен искать какие-то статьи или еще что-то. Нет, я не спорю. Просто присылают и все. Я просто к тому, что мне кажется, что для большинства людей email-это такой, знаешь, ящик, куда вам приходят уведомления, пароли от регистрации в сервисах, и иногда интернет-магазин присылает «Вы смотрели у нас кипятильник? Возможно, вам понадобится чайник, да?» И такие, и такого рода уведомления, и куча спама. Поэтому мне кажется, email как способ воспринимать информацию это очень устаревшая какая-то ровная. Но неважно. Короче, издание Remender выпускает свою замечательную рассылку по email-у, и я на нее наткнулся, по-моему, в Твиттере Вастрика, где он писал, типа, «Как выслушивать критику в свой адрес?» И вот вам, типа, в Remender и написали. Здесь совсем небольшая статейка, но она в целом отражает, наверное, мой взгляд на проблему, поскольку в интернете никто никогда не пытается добиться справедливости. Люди приходят туда фуесосить других людей. Так это работает. И есть, как бы, добрая критика, а есть то, что в основном происходит в интернете, это злая критика. Вот, собственно говоря, издание Remender вам пишет, как, в чем разница, как абстрагироваться от первой, и там, типа, не реагировать на вторую. Вот такая история. Мне кажется, это хорошая статья, она понадобится не только нам, как начинающим юнтуберам, которые только ищут свое место на этом замечательном сервисе. начинающим. У тебя, блин, охуенный канал про Майнкрафт. Че ты начал? У меня нет канала про Майнкрафт. А, да, ну кс. Я и забыл. Никогда не надоест. Я и забыл. Все, блин, теперь до меня дошло. Ладно, хорошо. Если хочешь найти мой канал про Майнкрафт, то просто пиши по-русски Замбак на Ютубе, и ты найдешь 750 тысяч подписчиков на секундочку, а? Понял? Так, а ты смешариков в Майнкрафте уже сделал? Сделаю там все просто. Найдешь, если что. Ладно, хорошо. Вторая статья, это вообще не статья, это часовой фильм, я бы назвал это фильмом. Документальным. Документальным, да. Это то, как на Стопгейме была такая история... Это не Стопгейм, это канал своего Карамышева. можно, пожалуйста? Я так кончу, спасибо. На Стопгейме была такая рубрика, которая называлась «Трудности перевода». Вел я Денис Карамышев. Он время от времени выкладывал ролики, где сравнивал переводы русской версии игры и с английской версией игры. Так вот, эта рубрика выходила довольно редко и что называется метко, то есть у него прям были прям такие прям хорошие разборы всей этой истории и прочее. И одним из культовых видео был его ролик по переводу первого «Ластов Аса», первой части, которая выходила еще на PlayStation 3. и, собственно говоря, он проверил, скажем так, как работает игра в английской драматургии с английской озвучкой, как она работает с русской озвучкой, с ее драматургией. Если кратство, то довольно хуёво. То есть перевод довольно хуёвый, довольно плохо сделан. Так вот, спустя годы Карамышев постепенно перестал этой историей заниматься. На Стопгейме рубрика постепенно пропала. И вот внезапно он выпустил на своем собственном канале, видимо, из-за копирайт страйков или еще чего-то не на Стопгейме, рубрику эту. Но про «Ластов Ас» вторая часть. Насколько сильно пострадал перевод второй части? Насколько хорошо перевели Элли? Насколько хорошо перевели Джоэлла? И так далее, и тому подобное. Действительно ли перевод совпадает с английским оригиналом? Смотрится реально вот прям вот интересно. То есть ты смотришь и ты понимаешь, насколько, во-первых, сложно переводить игры. Насколько сложно переводить, точнее, озвучивать видеоигры. Насколько сложно все это подавать так, чтобы люди поняли, о чем идет речь, или как там игра, игру слов и так далее, и тому подобное. Но я со своей стороны жалею еще о том, что это последний ролик Карамышу в этом рубрике. Он больше сказал, что он этого делать не будет. И такой, типа, эпичный финал про «Ластов Ас 2» мне кажется, стоит посмотреть. Но, естественно, там будет куча спойлеров, поэтому, если вы не прошли игру, то смотреть этот ролик не стоит. Но я вам советую, если вы это сделали, то посмотрите обязательно. Я, с одной стороны, немножко жалею, что Денис перестал это делать, поскольку, если бы он сделал такой ролик про киберпанку грядущему где-нибудь там через полгодика, я бы посмотрел бы вот серьезно. мне было бы интересно, как так произошло с озвучкой киберпанку. Я могу сказать, интересно, что у Дениса Карамышева он такой пишет, что этот ролик должен был выйти на стоп-гейме, но в последний момент мы решили этого не делать, потому что там была в конце композиция, эта композиция, короче, из-за него прилетел страйк, вот это все, и поэтому мы выложили на маленький уютный каналчик мой, короче, 367 тысяч подписчиков, это по-настоящему. Маленький видный каналчик по сравнению с другим как у Димки зомбака. Как у меня про майнкрафт. Я такой, блядь, маят. Короче, с другой стороны у стоп-гейме конечно 1,9 миллионов подписчиков и да, наверное, просто. Окей. Вот, мы у нас маленький двуфт рукой стежку на этот кружок друзяк, всего лишь 10 тысяч человек, всего-то, блядь. Слушайте, я могу сказать, что завтра касса кстати тоже растет нормально так довольно быстро. но не 370 тысяч, блядь. Да, да, Димка, но мы не делаем видосы, понимаешь, если бы мы делали как бы классные клевые видосы, как ребята делают на стоп-гейме, например, или как там типа делает тот же сам Днис Карамышев, если бы мы это делали, то мы бы тоже набирали в итоге. Но я тебе могу сказать, что бытность, бытность своим маркетологам сейчас, я как бы подбираю много ютуберов там под рекламу на работе, могу сказать, что у нас очень, конечно, крутые результаты, потому что при 8 тысячах подписчиков у нас там почти каждый ролик набирает 8-10 тысяч просмотров, это очень много, потому что такие просмотры набирают каналы, у которых обычно по 50-100 тысяч подписчиков. И у них типа какой-нибудь ролик хуяк выстрелит и там 50 тысяч просмотров, но в основном у них типа там тоже 5-10 тысяч просмотров. У меня просто есть подозрение, что такие длинные ролики, как у нас, никто не смотрит. Ну просто как бы 5-минутный ролик одно посмотреть, а 3-часовый подкаст как бы ну... Нет, нет, это не так, потому что ютуб всячески тебе вообще энкарджет, подсовывает тебе в алгоритмах ролики, которые больше, чем 10 минут обязательно. Чем больше ролик, тем он будет больше тебе стараться его подкидывать и подбрасывать в предложке на самом деле. Чтоб ты сидел и смотрел рекламу каждый 30 минут, понял? Говно. Ну да, если в том числе у тебя реклама куча засунута, да? YouTube Plus или как она там называется, подписка? Это премиум, да? В том числе, короче. Но в любом случае кстати еще одну штуку, которую хотели вам засоветовать, это на Хабре очень крутая статья, как ни странно, это блог довольно известной компании группы IB, которая занимается кибербезопасностью, ну это типа одни из лидеров рынка вообще такого типа русскоязычного, но они очень часто выходят и на международном рынке тоже, они ведут свои блоги и у них на самом деле вышла вторая часть статьи про то, как можно взломать практически любой смартфон вообще. И там типа рассказывается про способы, которыми пользуются различные силовики, в том числе аппаратные способы, программные способы, все вот эти брутфорсы паролей, все вот эти там возможные всякие пейлоды там и прочее, если вы интересуетесь там кибербезопасностью, как у нас у нашего друга у Алекса Пацая есть канал информации опасности в Телеграме, вот если всем этим интересуетесь, то почитайте статью, она там реально крутая, там большой, огромный, невероятно широкий разбор, поэтому обязательно почитайте там, там прям прикольно, вот. Ну и смотрите, ребята, в общем-то мы заканчиваем наш 200-й юбилейный выпуск, спасибо большое всем тем, кто был с нами на видео-версии, она была такая, знаете, маленькая, но гордая, удаленькая, клевая, и в общем-то спасибо большое всем тем, кто нас слушал сейчас не в онлайне, а в записи уже, в общем-то, в записи в аудио-версии, соответственно, вы послушали большую, очень невероятно широкую версию завтра каста, потому что в ней была куча гостей, и она была реально длинной, если вы дотерпели до этого момента, вы большой молодец, если вы еще при этом нам заносите денег, вы еще больше молодец, это на самом деле очень-очень круто и классно с вашей стороны, и мы напоминаем вам, что если вы нам заносите денежек на патреоне, то вы просто ультра-гипер, просто гига-молодец, невероятный, вот, знаете, гиги за шаги, просто спасибо вам большое за то, что вы с нами, и в первую очередь мы, конечно, хотим поблагодарить тех людей, которые нам заносят больше всех денег, это Алекс Колов, Алексей Кольцов, Антон Серебренников, Артем Логинов, Артур Галиулин, Денис Бондаренко, Дмитрий Лобаков, Евгений Петрунков, happeningbook.com, funcopoprussia.com, коллекционные фигурки в России, fxfortrader.ru, Григорий Ефа, Илья Кузнецов, Иван Ткачев, Джаггер Меш, Майк Брюханов, Мистер Берни, Мистер Валери, Нексен Су, Никита Стрельников, Орех, Панкотик, Павел Петлич, Павел Стариков, Полониум, Радамса, Реплейгейм Кафе, Кекхе, уже открыты, да, в Санкт-Петербурге. Слава Украине, Героям Слава, Ти Юджин, Валерия Неворская, Владимир Ходоков, Владислав Сульянов, Зив, Алексей Пазников, Арсений Вайс, Дмитрий Коробенков, Дженни Тонев, Ильин Егор, да, Лубневский, Дима, Михаил Аронов, стример Элберн, подписывайтесь на стример Элберна, Ярослав Хорищенко, вот, я, кстати, могу сказать, что мне Григорий Яфа недавно рассказывал, что к нему пришла девочка на собеседование и сказал, а вы тот самый Григорий Яфа, которого в завтра касте каждый раз в конце упоминают. Прославился. Он сделал каменное лицо и сказал нет, я надеюсь. Слушайте, у нас все время патроном была его жена, Варвара Яфа, которая рассказывает, что она работает в Майле и рассказывала, что к ней приходят люди в Майле и говорят, а вы та самая, Варвара Яфа? Он такой, в смысле, ну, которая там в завтра касте. Она такая, вы понимаете, типа, что, как бы, это, типа, даже не пять человек и даже не десять. И она говорит, типа, то есть, Майле реально слушают, типа, ваш подкаст. Так что, пацаны, если вы работаете в Майле и вы слушаете наш подкаст, большой вам привет. И, в общем-то, ребят, всем, кто нам заносит на Патреоне, мы вас очень сильно благодарим, потому что 200 с хером выпусков, пять лет выпускать, это очень тяжело. Если бы вас не было, мы бы штабно бросили. Слушай, а какие-то российские подкасты, про игры, ну, кроме там пары, вообще так тянули? Про игры не знаю. Про игры нет. В принципе, я могу привести пример из долгоиграющих подкастов, это вот только ради УТ, наверное, у них там 600 или даже 700 сколько там выпусков уже, до хера. Вот. В свое время... Есть много старых, есть много старых подкастов, которые все-таки все еще до сих пор идут, но я могу сказать, что из тех, которые параллельно с нами хотя бы плюс-минус так про игры, это вот мужики. И ребята из них несли еще, короче, там что-то потихонечку там делают, вот. У них тоже там что-то 150 плюс выпусков, кажется. Я не уверен. Но еще Берди Каст частично тоже про игры, они тоже плюс-минус там с нами идут. Но они тоже там, типа вот, мы на смежные темантики, вот они до сих пор идут. Но многие или забросили, или так, знаете, волнами делают, возвращаются туда-сюда, там уходят, отошел-подошел, подошел-отошел, взял уверенно за руку, отошел-подошел, отошел-подошел, короче, вот. И вот многие подкасты так тоже, типа, знаете, типа, мы будем выходить раз в неделю, раз в две недели, раз в три недели, через три месяца, через шесть месяцев, опять раз в неделю. Ну, такие тоже подкасты есть. Но это сложно, ребят, если вы хотите делать свой собственный подкаст, вы должны понимать, что, или вы делаете маленький проект, который, типа, законченный, там, на десять выпусков. Какая-нибудь рассказанная история, да, 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 или приготовьтесь, что, как бы, вот вы будете делать, пока хватит сил, да, как бы, и, а может не хватить, не забывайте об этом. Мы, как Форст Гамма, знаете, который бежит, за нами уже сзади толпа, как вы понимаете, там, куда бежишь, что-то нравится, это сравнение, да. Это отличное сравнение, мне кажется. Мы просто херачиваем, уже борода, блин, выросла, и мы просто-таки херачиваем, там, а сзади люди тоже, куда бежим, да не знаю, бежим же куда-то, да, нормально бежим. Так что, вот, всех тех, кто с нами бегут, как за Форестом Гаммком, спасибо вам большое, мы его очень ценим. Да, вот. Спасибо вам, что смотрели, спасибо, что на теле, у нас будет на этой неделе, ты такая-то, как думаешь? Может быть, вот. У меня в четверг, очень важно, у меня юбилей у девушки, в пятницу не сможет ничего, И в четверг, опять на сайберу отпуск. Ждите не раньше субботы, я думаю, да. В пятницу, что-нибудь будет. В пятницу, пожалуйста, что-нибудь да будет. Следите за нашим анонсом, подписывайтесь на наши соцсети, Twitter, Telega, Вконтакте, в общем, где хотите, там, подписывайтесь. И спасибо, что смотрели, давайте на следующий раз. Всем пока-пока. Пока!